Из Липецка Александр Беглов в сопровождении главы региона поехал в грязи. Там полпредпрезидента на примере нового центра культурного развития оценил условия, создаваемые в области для досуга населения. Строительство центра началось в 2015 году в рамках федеральной программы и обошлось более чем в 200 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов. В центре есть библиотека с фондом 60 тысяч книг, современный тренажерный зал, зрительный и концертный залы на 500 мест. Центр оснащен современным телекоммуникационным оборудованием, созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья и организованы курсы компьютерной грамотности. Мы стараемся пенсионеров обучать этой грамотности, небольшими группами, чтобы они нас погладили и пользовались, искали нужную информацию. Также центра правоохранения у нас насчитывает 31 тысячи землянцев. Можно я через интернет выйти к вам на вашу сайт? После экскурсии Александр Беглов и Олег Королев провели закрытую встречу. Она началась с благодарности главы региона в адресе федерального центра за помощь в строительстве центра культуры в Грязях. И за то, что Грязи вошли в двадцатку городов, в которых будут развивать досуговые направления. Также глава региона рассказал в программе, согласно которой в области будут построены 35 домов культуры, аналогичных Грязинскому. Александр Беглов в свою очередь высоко оценил выполнение майских указов и поручений президента в регионе. В Липецкой области он назвал одной из лучших по социально-экономическому росту. Также в Грязях полпредпрезидента посетил культиваторный завод и храм Александра Невского.